Здравствуйте, уважаемые товарищи! Итак, мы уже привыкли к тому, что самые гадкие, самые подлые вещи по отношению к трудящимся преподносятся в красивой обертке. Это не новое явление. Ну, например, в свое время Владимир Есенин писал, что сознательный рабочий и крестьянин в наших дней, а написано в 1919 году, в этих надутых фразах, также легко отличает жульничество буржуазного интеллигента, как иной житейский опытный человек, глядя на безукоризно гладкую, в кавычках, физиономию и внешность благородного, в кавычках, человека, сразу и безошибочно определяет, по всей вероятности, мошенник. Вот свежий пример подобного мошенничества дает инициатива партии «Новые люди», «Новые люди» надо поставить в кавычки, безусловно, здесь, с внесением в Государственную Думу законопроекта об отмене списка запретов на труд женщин, то есть запрещенных профессий для женщин. Чем мотивируется такое предложение? Ну, разумеется, вот этой фразой о том, что нужно покончить с дискриминацией женщин в экономической и профессиональной сфере, что, дескать, женщины не могут работать в тех сферах, где зарплаты самые высокие, да, и вот надо с этим делом покончить. Ну, что ж, давайте посмотрим, за что же выступают эти благородные люди, которые назвали себя новыми людьми. Значит, давайте вспомним, что такое дискриминация. Дискриминация в трудовой сфере – это неравное отношение к тем людям, которые обладают равной производительностью. Значит, если у нас равная производительность, например, а оплата разная, то это свидетельствует о дискриминации в сфере оплаты. Если при равной производительности одного берут, в зависимости, например, от цвета кожи, а другого не берут, то это дискриминация при приеме на работу, да. То есть, причем берется признак, не отличающийся к существу трудовой деятельности. Но если мы имеем, значит, действительно неравенство, то как это можно рассматривать в качестве дискриминации? Или уже, значит, эти новые люди дошли до того, что предлагают под видом утверждения равенства, значит, проигнорировать факт неравенства физических возможностей, неравенства возраста. То есть, они вот до этого уже дошли. Помните, в свое время коммунистов всегда упрекали за то, и большевиков, что они, вот, выступая за равенство без границ, чего-то никаким не приписывали гадости. Хотя, на самом деле, коммунисты всегда выступали за уничтожение социально-экономического неравенства, неравенства по месте семьи общественного производства. Никогда они не требовали уничтожения и не могли требовать, потому что это бессмысльца какая-то, уничтожение неравенства в смысле физических способностей, возможностей, способностей. Как это можно уничтожить, связанные с принадлежностью к разному полу, с разным возрастом? Ну, что это такое? Так вот, новые люди, тем не менее, выступают за уничтожение именно неравенства в таком смысле, потому что они предлагают игнорировать действительно различия в здоровье, в особенностях организма. И вот это и преподносится как якобы уничтожение дискриминации. На самом деле мы понимаем, что это никакая не дискриминация, что речь, я имею в виду, запрет на выполнение ряда видов трудовой деятельности для женщин. Это забота о женском здоровье, о женском здоровье, связанное с тем, что, тем самым, с заботой о новых поколениях людей. И это вполне понятно, что те, кому тот или иной вид деятельности наносит меньше ущерба, они должны выполнять. А для женщин нужно найти другие виды деятельности. Да, эти сферы деятельности чаще имеют более низкую оплату. Хотя так не всегда, между прочим. Ну, например, вот у нас известно, что доля женщин с высшим образованием преобладает среди лиц с высшим образованием. И вот среди преподавателей, например, у нас в вузах тоже очень велик процент женщин, и, собственно, зарплата у преподавателей существенно выше средней по региону. Это, например, характерно для нашего университета. Так что вот в данном случае, например, здесь мы имеем в виду превышение зарплаты женщин в средней по региону, и что это разве какая-то дискриминация по отношению к тем, кто имеет более низкую зарплату. Ровным счетом никакой. Надо сравнить виды деятельности, да, там, тяжесть нагрузки. И поэтому вот то, что новые люди преподносят как дискриминация, что же для тружников в тяжелых условиях труда и вредных условиях труда высокая зарплата, а женщины туда не могут попасть, значит, получают низкую зарплату. Дорогие, якобы новые люди, вам не приходило в голову, что это на самом деле связано с компенсацией за эти вредные условия. И эта компенсация на самом деле никогда не компенсирует в полной мере ущерб для организма, который наносит вредные условия труда. Но я понимаю, что, кстати, это и звучало уже. Как можно устанавливать пенсию по отношению, льготную пенсию по отношению к целому ряду профессий, пусть даже это и не женские профессии. Ну как это, там, Столевара уходит 50 лет, или Шахтера 50 лет. Как это можно устанавливать? Это, значит, остальных трудящихся дискриминирует, они-то выходят, будут выходить 65 лет. Это же явная дискриминация, да? То есть, это, значит, по кому это бьет? Это дискриминация-то будет устраняться, дискриминация в кавычках. Разумеется, не тем, что пенсионный возраст будут опускать до 50-60, а тем, что, значит, отменят вот эти льготные пенсии, и, дескать, валите там Столевары и другие люди, которые работают в обредных условиях до 65, ну, конечно, собирают на сюда жить, видимо, близко к нулю. Потому что вот такие льготные пенсии, это льгота такая, очень сомнительное свойство, она, конечно, необходимая, но она не компенсирует в полной мере ущерб здоровью. Так вот эти льготные пенсии отнюдь не гарантировали того, что люди, вышедшие на пенсию, проживут столько же, сколько люди, трудившиеся при более благоприятных условиях труда и вышедшие на пенсию в более позднем возрасте. Вот это надо понимать. То есть, ну, тем не менее, значит, это тоже дискриминация, тоже можно усмотреть дискриминацию по отношению к детям. Ну, что же, некоторые, понимаешь, рвутся, зарабатывают 14 лет, а их вообще не допускают труду, это явная дискриминация с точки зрения этих якобы новых людей. А, значит, потом тоже надо ограничивать продолжительность рабочего дня шестью часами для подростков. Это тоже дискриминация. Дать им возможность работать так, как работали пяти-шестилетние дети в условиях английских фабрик в середине 19 века, то есть по 12 часов. Как мы видим, эти новые люди, новые, конечно, в кавычках, они несут такие реакционные, такие, значит, устаревшие представления, но представления 19 века. Вот опять, не верь глазам своим, если на табличке партии отъявленных реакционеров, которые толкают трудовые отношения в середину 19 века, написаны новые люди, не верь глазам своим. Это не новые люди, это устаревшие люди, но понятно, что эти люди, конечно, взяли на себя эту самую грязную работу, но так бывает тоже. Видимо, они рассчитаны на более высокое вознаграждение, несмотря на то, что это можно, некоторые другие могут рассоединить как дискриминацию некоторые партии. А другие партии, посмотрим буржуазные, как они на это реагируют. Вполне возможно, что-то нужно было, чтобы кто-то проявил такую вот пагубную инициативу, ну и как можно сказать инициаторам, тем более, когда они выступают за то, чтобы бороться с дискриминацией женщины. Якобы, конечно, бороться. К сожалению, это не первый факт, мы знаем, что уже шла борьба с дискриминацией в плане трудовых гарантий. Ну, например, как же можно было не увольнять, значит, профсоюзных активистов без согласования с высшестоящим профсоюзным органом, или там, как же можно было не увольнять, там, председателя ЦИХ КОМА. Это же явная какая-то дискриминация по отношению тех, кто не является председателями, или заместительным председателем ЦИХ КОМА. Так они рассуждали, эти буржуазные, значит, демагоги. А на самом деле какая тут была дискриминация? Это когда человек, когда он занимает такую должность в профсоюзе, я не имею в виду, что это должность всегда оплачиваем, да. Когда этот человек занимает такую должность, то он выходит на передовую, и все стрелы ненависти, значит, противоположной стороны трудовых отношений летят в этого человека. Его притирают, его ущемляют, стараются, по крайней мере, есть такой интерес. И поэтому эти гарантии были как раз, отражая тот факт, что он находится в очень неуязвимом положении. Так же, как в уязвимом положении находятся женщины, когда они начинают вдруг выполнять те работы, которые не свойственны или вредны для женского организма. Так вот, не надо тогда людей вставить в это уязвимое положение. Или, по крайней мере, вот по отношению к женщинам можно было запретить, а по отношению к руководителям профсоюзов, значит, надо было дополнительные меры социальной защиты в виде согласования, увольнения их с высшедшими профсоюзными органами и так далее. Нет, значит, видите, под лозунгом борьбы с дискриминацией убрали эту гарантию. Ну, и мы прямо видим, что те буржуазные демагогики, которые четко сосновали свои интересы, а преподносили вот эти фразы громкие о борьбе с дискриминацией, своего в значительной мере добились. Потому что борьба, так сказать, профсоюзная после принятия этой меры резко осложнилась. И, наверное, вот, если мы пытаемся понять, а почему так нешироко развернуто забастовочное движение, несмотря на то, что для этого есть все правовые приспосылки, начиная с Конституции Российской Федерации. Потому что вот те, кому выпадает организовывать эти коллективные действия, вполне законные, вполне легальные, вполне конституционные, те находятся в очень извинном положении, теперь все стрелы летят, а защиты нет. Значит, таких активных людей всегда бывает немного, талантливых организаторов всегда бывает немного, наверное, и сами буржуа это знают, они все время переманивают одного менеджера с одного предприятия на другое, потому что, зная, что талантливых людей в смысле организации всегда не так много, таланты миллионами не рождаются, поэтому они рождаются в некоторых сферах, единицами, например, в искусстве. Да, где-то, конечно, это шире, но тем не менее, достаточно убить, сместить с поста одного способного человека, да, и это может привести к дезорганизации профсоюзной работы на долгие годы. На долгие годы. Вот вам как под лозунгом дискриминацию, а теперь женщины, значит, что же вдруг женщин так понадобилось бросать на самые горячие участки? Горящее здесь без кавычки, между прочим. Литургии, наверное, значит, к Мартенам, к печам, давайте, женщины, условия спецоперации, да, да. Вот помните, у Некрасова было выйти на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой, этот стон у нас песней зовется, это бурлаки идут, бичевой. Вот сегодня тоже по всей Руси великой, не только над Волгой, раздается стон. Кого? Работодателей, то есть капиталистов, которые жалуются на нехватку рабочих. Ну, жалуются просто, говорят, что же такое, это самый дефицит, нам надо развертывать деятельность. Это те самые люди, которые держали рабочих на нищенских заработных платах так, что старшие поколения, сказать, доживали, уходили, а новые поколения в такие условия не стремились. Ну, вот они вот имели, значит, то, что имели, использовали до последней степени и приехали к тому, что когда понадобилось резко нарастить производство и понадобился дополнительный ресурс труда, этого ресурса не казалось, труда рабочих. И вот, конечно, такая ситуация, сказать, побуждает всяким мерам. О некоторых мерах мы еще поговорим, в виде, скажем, разрешения сверхурочной работы впоследствии. А сейчас, скажем так, что женщинам надо бросить на эти участки. Причем есть такие люди, которые начинают говорить, что сейчас труд сварщиков, это вообще такая штука, современная техника. Эти люди опять чем занимаются? Это родные люди, которые занимаются мошенничеством. Потому что они бы сказали, а сколько сварка осуществляется по новым технологиям, когда она не наносит никакого вреда. И сколько по старым технологиям. И вам в кому не хватает? Тех сварщиков, которые по новым технологиям или которым по старым технологиям. Так вот, вы, женщины, то куда планируете? Я думаю, что людей, которые варят по новым технологиям, достаточно вполне. Потому что, во-первых, еще эти новые технологии, я еще не уверен, что нас 40 внедрены. А во-вторых, там достаточно высокая, видимо, и зарплата, и условия труда, туда жила еще всегда хватает. А куда не хватает? А не хватает туда, где тяжело. Вот давайте туда женщины бросим. Вот ведь какой, на самом деле, подтекст всех этих заявлений. Значит, дефицит. Дефицит, который надо покрывать тем, чтобы женщину бросать на самые горячие участки. Вот настоящая забота о чем. У меня заработка и женщины. Это все вторично. А первично в том, что надо решить задачи капиталистов. Задачи капиталистов. Но, разумеется, трудящиеся на это не могут. Не могут и не должны согласиться. Хотя уже движение есть. Было 450 в списке запрещенных профессий для женщин. А теперь уже только 100. И теперь эти последнюю сотню хотят выкинуть. Хотят выкинуть. Я думаю, что проблема дефицита труда есть, конечно. Она есть. Безусловно. Но аж почему надо решать ее за счет женщин. И, так сказать, в истории такое было. Наверное, было. Когда? Ну, скажем, Великая Отечественная война. Там вообще-то, по сути, была всеобщая трудовая повинность. По сути. Там и детей привлекали к труду. И женщин привлекали к труду. И, так сказать, что тут поделаешь. Вот такое событие. Если, так сказать, господа рассматривают сегодняшнюю ситуацию как сопоставимую с Великой Отечественной войной, тогда вводите всеобщую трудовую повинность. Тогда привлекаете к труду всяких гламурных дамочек, которые занимаются в СПА. Вот у них главное занятие. Из одного в СПА поехать в другой. Или в фитнес. Ну, и тогда, так сказать, на равных. Ну, что же, если надо варить металл, то и их тоже тогда туда же. А то кого хотят? Значит, бросить на горе участки. Ну, тех, конечно, кто пойдет туда, несмотря ни на что, чтобы вырваться из бедности, от которой страдают все еще десятки миллионов людей у нас, в том числе детей. Вот опять к такой классовой подходе. Что, ну, вот надо закрыть. Кем закрывать? Ну, конечно же, этим, так сказать, вторым сортом. Им-то все равно. Они в СПА не ходят. Значит, о красоте, так сказать, кожи, так сказать, и фигуры. Не особенно-то заботятся. Они заботятся о своих семьях, о том, чтобы кусок хлеба заработать в своей семье. И поэтому действительно могут и пойти на такую работу. Хотя она их убивает. И через некоторое время, значит, дети останутся сиротами. Нет, так не пойдет. Если вы считаете обстановку настолько трудной, настолько требующей общей мобилизации, ну, тогда всех и мобилизуйте. Может, те, кто поздоровее, помоложе и покрашу. Вот у них здоровье-то получше. Может быть, их вот на эти тяжелые участки не забросить. Я, так сказать, не в порядке того, чтобы какого-то злорадства. Нет, ну, если действительно необходимо. Я думаю, что и в этих условиях какие-то меры нужно принимать по защите женского труда. Скращенный рабочий день, там дополнительное питание, что-нибудь и так далее. Но это тогда давайте обсуждать, если это действительно так. Но если вы не хотите вводить всеобщие трудовые повинности, а все хотите возложить на плечи женщин из рабочего класса, да, из семей рабочего класса или из малоимущих, то это извините, конечно. Но это тогда уже, так сказать, такой сугубо корыстный, сугубо буржуазный способ преодоления дефицита трудовых ресурсов, которым рабочий класс никак не может и не должен примириться. Но есть, конечно, голоса, которые говорят, да ладно, такое не может быть принято. Я думаю, что это, знаете, какой оптимизм? Это оптимизм, как говорил Ленин, насчет оппортунизма. То есть, что значит оптимизм насчет оппортунизма? Когда существует какой-то факт такой, так сказать, негативный, то оппортунисты вместо того, чтобы призвать к борьбе рабочий класс с этим негативным фактом, чтобы предупредить его наступление или его развитие, они говорят, что он настолько негативен, что зачем бороться? И так всем понятно, что это неприемлемо. Ну и как только рабочий класс перестает бороться, то, что кажется неприемлемым для всех, и на самом деле неприемлемым с точки зрения потребностей здоровья, решения демократического вопроса, то становится очень даже приемлемым с точки зрения интереса буржуазии, причем каких интересов? Ну, самых краткосрочных. И проходит жизнь. И проходит жизнь. Поэтому вот с таким оптимизмом соглашаться с рабочему классу нельзя. Но как мы понимаем, что вот такой заход под лозунгом борьбы с дискриминацией не последний, мало ли еще каких заходов будет, и даже не надо пытаться их предугадать, а нужно понять, что делать рабочему классу. Вот рабочий класс может обеспечить свои интересы, защитить те, так сказать, слои, которые нуждаются в дополнительной защите, скажем, женщин, работниц, только в результате своей организованной борьбы профсоюзами. Профсоюзами, конечно, профсоюзной борьбы. Только закреплением соответствующих норм в коллективных договорах, которые будут создавать предпосылку для сохранения таких норм или развития таких норм в Трудовом кодексе Российской Федерации. Мы с вами понимаем, что вот то очень печальное положение, в котором сейчас находятся профсоюзы, связанное с тем, что на самом деле борьбы работников за свои права, организованные профсоюзами, не наблюдается, или она наблюдается в некоторых случаях, и совершенно она не развернутая, не широкая, недостаточно для того, чтобы стоять интересы рабочего класса в сфере трудового законодательства. Значит, вот для того, чтобы профсоюзы действительно реализовали свой потенциал, для этого необходима работа в профсоюзах политического ангарда, рабочего класса, политической партии. На роль такой партии сегодня претендует и выполняет в той мере, в какой это возможно, при существующей численности, при существующих связях с производственными коллективами, общественное объединение рабочей партии России. Поэтому, чтобы предупредить вот и все эти буржуазные гадости, или, по крайней мере, предупредить их реализацию в сфере законодательства, а потом и в сфере действительных трудовых отношений, для того, чтобы развернуть борьбу за упрощение, за развитие трудовых прав и улучшение положения рабочего класса, необходимо, чтобы в сознательные рабочие, которым не по душе вот такая ситуация, когда их просто пинают ногами и попирают, их теперь уже дошла скачочая до их жен, которые готовы бросить буквально чуть не в топки, ну или поближе к топкам, поближе к печам. Значит, вот для того, чтобы вот это предупредить, конечно же, в сознательные рабочие должны вступать в рабочую партию России, так же, как и сознательные интеллигенты. И вот только тогда, когда рабочая партия России окрепнет, когда развернется профсоюзное движение, имеется в виду, что борьба профсоюзов за интересы рабочего класса и всех работников наемного труда, вот тогда будет борьба действительно с дискриминацией в настоящем смысле, то есть с притеснением отдельных отрядов работников, в зависимости от возраста, в зависимости от пола, да, при том, что эти притеснения отражают ситуацию, когда они ни в коей мере не связаны с разностью в трудовых способностях и так далее. Вот с такой дискриминацией надо будет бороться, и самое лучшее средство борьбы – выдвигать положительные цели, бороться за них за шестичасовой рабочий день, за повышение заработной платы до уровня сначала стоимости рабочей силы, а затем и выше, за развитие гарантий профсоюзной деятельности, то есть за все то, что способствует улучшению положения рабочего класса в экономической сфере, в сфере правовых отношений и в политической сфере. Поэтому я призываю всех товарищей, которые хотят бороться за равноправие, даже сейчас уже об этом речь идет, за и далее за улучшение социально-экономического положения наемных работников и наемных рабочих, вступать в рабочую партию России и совместными действиями добиваться своих интересов. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова